Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, девочки! Знаете, кто в будущем открывается? Поверьте, не забудьте выживайте и выживайте у меня в будущем и в будущем и в будущем это и 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 Продолжение следует... 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 Приходите... Продолжение следует... 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 Зачем тут коммуникативная культура? Михаил, депутат, 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 то есть Константин. Михаил участвует. Мишка, Мишка, я твоя милка. Он нас забыл вверх. Самая ужасная ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Девушка не пропела в прошлой части. Михаил участвует в проекте. Он был приглашен на отличную встречу с руководителем, на которой вы ходите. Сказал следующее. Михаил, мы с тобой сегодня подведем итоги работы по проекту. Обсудим, что получилось, над чем стоит поработать. Ты стал гораздо лучше следить за трекером задач и деплайнами. Вместе с тем, ты пропустил два совещания. В хорошем деле поэтам создалось впечатление, что у тебя снизился интерес к проекту. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спаленная пожаром. Французу отдана. Скажи, могу ли я тебе чем-то помочь, чтобы еще мог включить руководитель свою речь, чтобы его обладная связь стала более эффективной. Выберите все верные варианты ответа. Совет. У-у-у-у, тут пять штук целовек. Совет сравнения благодарность, понимание поведения, понимание… Предложение. Я советую тебе быть более внимательным к своим задачам и более организованным. Совет… Давай посмотрим на результаты других участников команды и сравним твоими благодарностями. Спасибо тебе за проделанную работу, но ты внёс, а? Визно. Ты внёс большой вклад в наш проект. Внимание. Я не узнал, ничего не объяснять. Я прекрасно понимаю, чем вызвано твоё поведение на предположение. Давай подумаем, как нам оптимизировать твою работу в будущем. В будущем. Ах. Букарность. Букарность. Он уже выросил чёт там. Ты сто кротов будешь следить за трекером. За датчиками деблайнами. Но. Букарность. Букарность. Хочешь подкритиковать? Сначала поговори. Как тот сказал. Из великих. Совет. Я советую тебе поверь внимательно. Давай посмотрим на результаты других участников команды. Соропнение. Внимание. Совет. Советую тебе. И более внимательно своим задачам. И более обвини их умы. Далее. Ваш коллега. Работает. И над сложным проектом. И по вашей игре. Предложи. Вы предложили ему. Холодь. Прочитайте его ответное письмо. И определите. Какие намерения коллеги здесь выражены. И определите все верные варианты ответа. Он нас хочет заказать. Эй сверх. В этом заглубе против нас и Трампа. Трампа-мпа-мпа. Ахин. Добрый день. Я задача оказалась подмее чем мне предполагает. Поэтому мне придется поработать на ней еще немного. Я очень признателен за твое предложение. Мда-а-а-а. В шоу-ван я уезжаю в отпуск с любовницей от Леона Грия. А работу он хочет закончить. Вот так. Ваш коллега работает на сложном проекте. Вы предложили ему помощь. Прочитайте его ответное письмо и определите, какие намерения коллеги здесь выложены. Выберите все верные варианты ответов. Максим Довлети. Да, задача кого-то сложнее, чем мы предполагали. Поэтому мы перейдем с опробовать на дни еще немного. Но я очень признательно, что это было. Ой, это было. Так, приветствие. Максим Довлети. Так, согласен. Да, согласен, но отказ. Отказ, да. Жалоб, да. Жалоб, да. Жалоб, да. Где жалоб? Он придется. Вот, что придется ему. Жалоб. Вот он жалуется, что ему придется. На дни еще. И надо работать. Это жалуется, он говорит. Или изменяется. Благодарность. Благодарю. Мы констатируем факт. Не жалуются, не изменяются. Но я очень признателен. Зато это очень. Приветствие. Согласие. Да, значит оказалось, отказ не придется, но очень. Прочитайте фрагмент письма, как вы думаете, нуждается ли она вам исполнение. Выберите вселенные варианты от лета. На понедельник у меня назначена встреча с руководящим, с руководящим, с руководящим, с руководящим эллибацией на выставке начальником отдела управления международными связями. Второе. Я смогу задать ему вопрос о строительстве нового завода. Хорошая область. Интересующая нас. Тут шифровка прям какая-то. Все бедно. В исправлениях нет никакой листи. В исправлении нужны к первому предложению. Лучше не писать так. Встреча с начальником отдела управления международными связями, руководящим, эллибацией на выставке. На понедельнику у меня назначена встреча с руководящим, эллибацией на выставке начальником отдела управления международными связями. Я могу задать ему вопрос о строительстве нового завода. Встреча с делегацией и руководителем на выставке отдела управления международными связями. Я смогу задать ему интересующую нас вопрос о строительстве нового завода коммерческого института. На понедельнику у меня назначена встреча с руководителем, эллибацией на выставке начальником отдела управления международными связями. Я смогу задать. Продолжение следует... Я смогу задать вопрос о строительстве нового завода, полустрой, интересующей нас. Идея, начальника отдела управления международными связями, руководившему эллибацией на выставке. Продолжение следует... 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 Намолк на нежелательные задержки. Упрек. Обвинение. Упрек. Упрек. Намолк на нежелательные задержки. Директор компании написал в общий чат руководителей. Какой смысл содержится в этом сообщении? Директор компании написал в общий чат руководителей. Какой смысл содержится в этом сообщении? Выберите все верные варианты ответа. Уважаемые коллеги, Довожу до ваших сведений, Что срок сдачи отчета уже прошел. До настоящего времени Отчет стал только отдел аналитики. Вот как надо работать, товарищи. Так вот, с информацией о кодерах. Продолжение помощи, похвала отдела аналитики. Укрек в медленной путь. Уброзу санкций и зарушение сроков. Довожу до ваших сведений, Что срок сдачи отчета уже прошел. До настоящего времени Отчет стал только отдел аналитики. Вот как надо работать. Нет запроса информации в ходе работы. Нет предложения помощи. Нет угрозы санкций и нарушений. Срок сдачи отчета. Отдел аналитики и упрек Медленной работе. Довольно. Не столько медленной, Сколько не результативной работе. Олексей необходимо Представить, Руководить у отчета О работе По первой части проекта. Работа по первой части. Олексей Необходимо предоставить Руководить у отчета По работе По первой части проекта. Так. И проектом работал весь его отдел. Алексей известно, что руководитель должен будет сшато изложить эти результаты. На общем, собрание было подразделений, которые уже понимают суть этого проекта. Алексей подготовил письмо проводителю, которое включил перечисленные ниже элементы. Выберите все элементы, которые следуют, и исключите из письма. Но ничего себе! Исключи! Еще жирно так! Пусть... Попоминали особо отличившихся сотрудников. Вырумите гумов Legatlo Игрния Важное воприк注意 ... Попоминали склепление Попоминали сосして Затем легальную ею Вот выступать перед теми, кто понимает суть этого проекта. Лаконично можно, лаконично суть порта не сможет. На мере лаконично изъясняться. Вот у меня не особо отличающийся сотрудник. Перечисление всех участников проекта. Отдельные графики, отражающие ключевые достижения. Описание основных достижений на данном этапе. Описание целей той части проекта, которую выполнил отдел. Введение с кратким описанием сути всего проекта. Которые уже понимают суть этого проекта. Введение с кратким описанием сути этого проекта. Перечисление всех участников проекта. Отдельные графики, отражающие ключевые достижения. Описание основных достижений на данном этапе работы. Описание целей той части проекта, которую выполнил отдел. Евгений, руководитель проекта, получил письмо, письюльку. От вышестоящего манечка. Какое намерение выражено в этой сне? Вы видите, один вариант ответа. Евгений. Мы приступаем к заключительному этапу работы на проекта. Напоминаю, что итогом должен стать финальный отчет. Кажется, наибольшей эффективности мы достигли бы, если бы руководитель проекта взял этот вопрос под личный контроль. Сообщение о сроках предоставления отчета. Намерка на неэффективность руководителя проекта. Восьбу по контролируемой задачи. Напоминаю, что срок проводен проектом. И информирование о новой задаче. Продолжение следует... 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 Народные шутерности уходить в проект. Просту проконтролировать задачу. Напоминание о сроках работы на проект. Информирование о новой задачи. Просту проконтролировать реальную задачу. А потом обратиться на то, что происходит. Так. Она написала письмо знакомой коллеге. Перед отправкой она решила отредактировать его. В каких строчках необходимо исправить? Выберите все верные варианты ответа. В каждой строчке только точки, как пелось в песенке. Привет, мастер! Ты сможешь принять? Будь любезно принять участие в конференции. Я писала тебе на прошлой неделе. Помнишь, я писала, что заявки принимаются до конца этой недели? К требуемым докладом. Можешь посмотреть, помнишь, на сайте. Ад и йо. Ад и йо. И исправление. С точки 1 необходимо. Привет, мастер! Привет! 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 Ты сможешь принять участие? И теперь, мастер! Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова В какой строк, в каких строчках необходимы исправления? Выберите все реальные варианты ответа. Исправление. Нет, и исправление. Теперь, ни одно исправление не нужно. Исправление в строчке 2 находило 2. Вот любезно принять участие в конференции. Ты сможешь принять участие в конференции? Нет, я не смогу принять участие в конференции. А мне еще предстот, что на матче принимается до конца этой недели. Вот любезно выучишь. Вот он, вот он. Давид. Давид как. Будь любезно. Давид. А мотивирует. А ты? Ты сможешь? Нет, я не смогу принять. А так, будь любезно. Будь любезно. Исправление в строчке 3 необходимы. Естественно, ты необходима. Помнишь ли я писал? Я писал у тебя на прошлой неделе. Помнишь ли я писал у тебя что-то? Я предпринимаю, что до конца этой недели. Вот. Вот. Будь любезно, конечно, и обязательно, но ты сможешь принять участие в конференции. А это я. А если она вот, ты сможешь принять участие, она тут же напишет, не смогу, извини. А так, будь любезно, я тебе десятку одалживаю за зарплату, так что будь любезно, понимаешь, принять участие. Ты нам показателей иначе не опустишь. Ого, ты же кварталь мой, в квартале времени не будет, тринадцатой зарплаты лишимся, годовой премии. Ужас. Светлана написала своей начальнице письмо о работе в стороннем проекте, в котором она участвует по ее рекомендации. Светлана написала своей начальнице письмо о работе в стороннем проекте, в котором она участвует по ее рекомендации. Дорогая Надежда Анатольевна, в ответ на ваше письмо сообщает, что я продолжаю работать в проекте. Я, конечно, очень рада, что вы пригласили меня принять участие в таком масштабном и интересном проекте. Благодаря ему я получаю большой опыт. Большой опыт во мнении адаптироваться к постоянно меняющимся срокам и даже задачам. А также необходимости работать в коллективе с недобросовестным отношением к конечному результату. Кроме того, я уже научилась спокойно реагировать на прямые директивные сообщения коллег. А также не без удивления, понимаем, что отсутствие удивления. Что отсутствие элементарных и этикетных фраз в общении связано с горящими сроками. Это первый проект такого плана для меня. Наверное, все так обычно и бывает. Я, конечно, очень рада, что вы пригласили меня принять участие в полной заднице. Главное, что я уже научилась спокойно реагировать на прямые директивные сообщения коллег. Это не гнев, это ирония. Это не гнев, это ирония. Это сарказм. Это сарказм. Это сарказм. Это был сарказм? Нет! Это был сарказм. Как говорили, в бессмертном сериале теория пошел срыва. В объявлении. Куперек. Благодарность. Благотавность. Благотавство. Надежда, он там в ответ на ваши письма сообщила в скале. Продолжая работать проект. Я, конечно, очень рада, что вы пригласили меня принять участие в таком масштабном и интересном проект, благодаря ему и аль. Жалоба, упрек, удивление. Жалоба, упрек, удивление. Радость, благодарность. Только это сарказмом все, все. Нет, не радость, не не благодарность. Неблагодарная крестерла, скажет Надежда Анатолия. Я тебе пристроила. Ты вот как, вот как ты. Так. Далее. Идет встреча. Правочие группы, участники, которые знакомы и общаются между собой на три. Ирина подключается к этой встрече для обсуждения новых проекта. Ее представляют полным именем, поэтому коллеги решают общаться с ней по имену и отчеству. Ирина непривычно такое обращение. Так как она с коллегами занимает одинаковое положение компании. Может ли она сама предложить обращаться к ней только по ней? И на три. И на три. В такой ситуации. Выберите один вариант ответа. Для встречи любящей группы, участники, которые знакомы и общаются между собой на три. Ирина подключается к этой встрече для обсуждения новых проекта. Ее представляют полным именем, а это коллеги решают etwas с ней по имену и отчеству перенимают sebagai подарок для никого она будет не так хорошо. Мило не занимает sciences и grows него? Арина может ли она сама предложить обращаться к ней только по ней? Ири Council просто пишите имкуøктиы. Но Ирине следует самой прямо сказать, как к ней можно обращаться во время встречи. Нет, Ирине можно дождаться, когда коллеги сами спросят у неё, как к ней можно обращаться. Нет, Ирине нельзя указывать или диктовать правильное общение к себе, обращение к себе в новом коллективе. Да, может, но только в форме намёка, например, так здорово, чтобы все друг с другом на три. Да, Ирине следует самой прямо сказать, как к ней можно обращаться во время встречи. Екатерина работает рекомендуем в компании, по производству оборудования для предприятий. В настоящий момент у компании открытая вакансия между менеджерами по продажам. Екатерина нашла Екатерина Ивановна и хочет пригласить его к участию в конкурсе «Наукрасе». Для этого она написала письмо, которым руководитель остался недоволен. Прочитайте письмо, предлагайте, не положите, какие ошибки вы положите. И ошибки в структуре построения письма отметил руководитель. Выберите все верные варианты ответа. Екатерина работает рекомендуем в компании, по производству оборудования для предприятий. На скорейший момент компания открытая вакансия между менеджерами по продажам Екатерины Анашлавовны и хочет пригласить его к участию в конкурсе «Наукрасе». Добрый день, Иван. В настоящий момент мы рассматриваем вашу кандидатуру на позицию менеджера по продажам. Ваши обязанности будут ходить в холодные и теплые звонки клиентам, организация встреч, заключение сделок. Представления компаний на форумах Эмербиотех в условиях работы более детально обсуждаются на свете. Скажите, вы находитесь сейчас в поиске работы? Для того, чтобы перейти к следующему этапу, вам необходимо выполнить тестовое задание, прикрепленное в документе к одному письму. Текстовое задание прикрепленное в документе к одному письму. Наша компания занимается производством оборудований для предприятий, а также оказывает услуги по сервису ремонта промышленного оборудования. Буду ждать вас задания. До 18 марта, пятницу, в случае успешного выполнения, мы организуем встречу у нас в офисе. С уважением, специалист по подвору персонала Екатерина Иванова, 222-775-89. Должность и контактный телефон отправителя должны стоять в начале письма. Включать письмо, предложить какие и подводить какие и ошибки в структуре построения письма отметил вы политик. Выберите все верные варианты ответа. Вопрос. Находится ли адресат поиска работы, должен стоять в начале письма. Указание на срок выполнения задания нужно вынести в посткрипту. Информация компании должна быть представлена в первой части письма. Обязанности должны быть представлены в самом конце письма. Обязанности. В самом конце как раз вот эту должность и контактный телефон управителя должны стоять в конце. Как раз, а не в начале письма. Тик. Обязанности должны быть представлены в самом конце письма. Информация компании должна быть представлена в первой части письма. Тик. появились срок статющего по проекту, на котором Константин Константин обладает с коллегами, руководитель пишет и получит коллеги, как ваша еда. Приезжает срок сдачи в проект, на котором Константин обладает с коллегами. Константин берет гитару и кислым голосом поет. А, Константин берет гитару. Я вам не скажу совсем Одессу, а вся Одесса не очень велика. Многие молдаванские пересы обожают косты моряка. Вот так я вам скажу. Коллеги, как вы же делаете, вы видите наиболее уместный вариант ответа, который Константин может использовать в отличие от ее времени. Приезжает срок сдачи в проект, на котором Константин работает с коллегами. Работает с коллегами, руководитель пишет и получит коллеги, как ваши дела. Все хорошо. Здоровье наше, хорошие вещи, можем кроссировать. Выберите наиболее уместный вариант ответа, который Константин может использовать в отличие от ее времени. Все хорошо. Андрей Евгеньевич, спасибо. Работаем, Андрей Евгеньевич. А как у вас? Заканчиваем оформление текста до 16-го. Но мы закончим. Держимся. Хе-хе. До последней, братья, проекта точно нужен выходной. Вот. Вот. Это только одно и хорошо. Вот это будет хорошо. Очень хорошо. Вот. Известно, что Марсин должен принять таблетку проекта. Известно, что Максим должен принять проект. Срок, встать, и к которому неоднократно откладывался. Должен. На вопрос, а прийти на очередной задержке. Максим ответил и... Эх. Известно, что Максим должен принять проект, срок, встать, к которому неоднократно откладывался. Вопрос за причиной очередной задержки Максима ответил «Жилая Держка Свердна с корпоративным праздником, к которому все готовятся». Выделите эмоции, которые содержатся в ответ на письме Максима, руководителя проекта и его коллектива. Выделите все верные варианты ответа. Дорогие коллеги, был рад узнать, что наш отдел будет активно участвовать в корпоративном празднике. Это, без сомнения, очень важно. От атмосферы в коллективе зависят результаты компании. Искренне надеюсь, что забота об атмосфере не помешает вам соблюсти деклайты по проекту. Это хоть и не столь важно, как корпоратив, но заказчик ждет. Это, это сарказм опять. Это опять сарказм. Концентрированная ирония. Шосткая такая, седобитая. Упрек. Упрек. Юрония. Упрек. А чем упрек отличается от порицанья? Урцанья. Угроза. Поздравление. Рад узнать, что наше отдел будет активно участвовать в корпоративном празднике. Это, без сомнения, очень важно. От атмосферы критерии зависит результат компании. Искренне надеюсь, что работа от атмосферы не помешает вам соблюдить дело в дедлайне. По проекту это платить. Так и ладно, как корпоратив. Заказчик ждет, ждет. У вас заказчик ждет. Может у них реализация. Проект может реализация. Может заказчик кого-то заказал. А если не реализуют, то и самих реализуют. Угоза и ирония. По направлению. Порицание. Упрек. Упрек. Порицание. Герода. Порицание. Упрек. Что такое порицание? Чем упрек отличается от порицания? О! Это ж синонимы. Без сомнения очень важно от атмосферы в коллективе. Надо узнать, что наше тело будет активно участвовать в корпоративных отношениях. Это без сомнения очень важно. Может они самбо, самбо будут танцевать. Сужаные. Очень важно от атмосферы в коллективе зависит результаты кампании. И искренне надеюсь, что забота в атмосфере не помешает вам соблюсти дедвайный рай. Это хоть и не столь важно, но порицание упрек. Оздоровление угроза. Ирония. Ирония порицания упрек. Проводитель структурного подразделения облигации. Верный коронавирус. Попросил одного из сотрудников полярея подготовить сувенеры коллегам, приехавшим из других городов на этот принцип. Ирония Хайлун выразил уверенность, что Лерий отлично справится с Урон-картом. А Лерию ранее не приходилось сбывания таких поручений. Он решил подстраховаться и уточнить мнение Веры Михайлун по электронной почке перед тем, как делать запас. Тем более, что он знает, что Лерий Михайловна предпочитает письма, собирающих аргументацию действий сотрудников. Какое сообщение Валерий следует отправить в начале? Выберите один. Валент открыта. Для Михайловна определимся с подарками. Акваерий привезут послезавтра. Ожидаем вашего подтверждения. Для Михайловна предлагаю подарить коллегам акваерий цветами города. Каждый подарок будет в единственном экземпляре. Договариваюсь, чтобы Лерии привезли послезавтра. Вот ссылка на сайт художника. Отметил выбранные картины. Подтвердите, пожалуйста, Вера Михайловна. Я решил подарить приезжим коллегам, как Вера Михайловна попросила. Вера Михайловна выразила уверенность, чтобы ей отлично справиться с выбранным подарком. На этой комнате он отметил выбранные картины под третий раз. Вера Михайловна? Ахида? Вера Михайловна? Вера Михайловна? Вера Михайловна. Вера Михайловна? Тем более, что на боль свое время Михайловна будет прочитать письма, а содержащие аргументацию действий сотрудника. Верон Хармон, занимайтесь подарками приезжим к кайту. В приложении, отобранные на кайту, думайте лучшие общие виды или отдельные здания. Вот, посмотрите, пожалуйста, еще на сайт художника. Верон Хармон, я решил подарить приезжим коллегам акварель с видами города. Но я не могу выбрать, какие купить. Хотелось бы получить ваш совет. Вы должны, мы, Павел, премьер, картины и наше мнение о карте. Верон Хармон, я решил подарить приезжим коллегам акварель с видами города. Но я могу выбрать, какие купить. Я, Михаил, предлагаю подарить коллегам акварель с видами города, каждый подарок. Вы, в единственном цикле, предварились, чтобы в Барене привезли после автора. Вот ссылка на сайт художника, отмечу выбранной картиной. Подпишите, пожалуйста. Важно, их послезавтра повезут. Нужно определиться поскорее. Верон Хармон, занимаясь подарком приезжим коллегам, при ловине, кто бы мы как в лабире, то не те лучше, как щели, и это не станет посмотреть по развлечению на свете. Верон Хармон, в пределительности, в лабире привезли после автора. Ожидаю вас в вашем утверждении. Верон Хармон. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok